Это... Нет еще рано! Санкт-Петербургская сборная команда КВМ! А-а-а! Столица! Купола, да? Значит, однажды вечером... Подожди, а пару вопросов, как жизнь там, как дела... Острых, как всегда! А как жизнь? Какой-то устал кулки вообще, не подойди к нему, да? Ну а как, звезды они такие, что я делаю? Еще не скажи... Звезды... Мы не меняемся... Ребята... Как они удобно сидят! Которые с головой мотать, и очень... После пересадки волос ты стал другим? Да! Что будет после пересадки мозга... Там тушит свет! Я, на самом деле, без цинизма начну с комплиментов! Позволите? Без цинизма? Так вот, Сергей Анатольевич, мне очень нравится ваше творчество! На самом деле, я посмотрел последний КВН, последний из того, что нам показывали... По телевизору, да? Нам, обывателям, да. Я просто хочу сказать свое восхищение. То есть, настолько тонко и... С таким юмором... Тонко с юмором... Какие еще здесь эпитеты, да? Вот. Нам, нам было впервые за несколько лет не стыдно за вас. А я сразу же вопрос... Может быть, острый или цеприятный? Не связано ли то качество выдаваемого продукта, о котором сейчас говорил Дмитрий, с тем, что команда стала называться Плаза? А что это такое? Ну, так вот, они выступали под этим названием. Объясните мне, простому обывателю, связь между названием Плаза. А вот я и спрашиваю, нет тут связи. Об этом нам расскажет Виктор. Может быть, у вас привезли спонсоры? Все очень просто, нет, мы сами не знаем, что это такое, да? Нет, это, скажем так, не спонсор, это наши друзья. Сейчас Маху дал, Маху дал мне секунду. Аж я похолодел, как ты без работы остался в одну секунду. И без денег. Нет, это, скажем так, это не спонсор, это наши друзья, это ребята, с которыми мы сотрудничаем, которые... Друзья, которые дают деньги нам. Вот, самые лучшие друзья. Это самые лучшие друзья, с которыми мы сотрудничаем, помогаем, то есть мы базируемся там, можно сказать, живем. Это, открою тебя, это помогает, на что вам деньги? У вас нет аппаратуры, у вас совершенно... Деньги на аппаратуру. Совершенно отвратительные свитера. На что вам деньги? Приличные свитера, во-первых, чтобы найти, нужно же, да, обязательно. Жить где-то надо, то есть понятно. А что у родителей уже не пускают. Да, уже все, родители уже в Америке, да. То есть, кто-то, кто-то должен, да, писать вам, да, это тоже стоит денег. Мы сами. Ну, пока сами справляемся. И берем деньги себе. Это хитро-завершенно. Это хитро-завершенно. Говорим, что там Фарадака, Раченцев нам включил. Розенбаум. Розенбаум. Песня. И Шаубаум. Крутой. Да, и Шаубаум. Это вот спонсирует другие вещи. Не думал я, что Розенбаум отличается таким юмором, как у вас такова. Ну, а как, Сергей Анатольевич, жить-то Розенбаума надо на что-то. Как выходит обычно. Спонсор. Хмурый. Спонсор концерта Александра Розенбаума. Питерская команда КВН. Ну, хорошо. Я хочу... Хорошо, я понял, да? Да, я хочу узнать о перспективах. Во-первых, где вы были в течение, ну, видимо, года полтора, когда мы... Два. Это и есть ваша спонс, продукция спонсоров? Да, где вы были, чем вы занимались, что вы ели, в конце концов? Говорят, в крестах. Ну, подождите, Сергей Анатольевич, дайте ответить. Все очень просто. Два года проездили по стране, от Владивостока до Мурманска, пару-тройку раз проехали. Так называемый ЧОС. Сдали все экзамены. Незнакомое слово. Ну, ничего, придет. После пересадки мозгов все придет. Вот. Ну и... Сергей Анатольевич еще в начале пересадка волос должна быть. Вот. А сейчас заново сезончик. Думаем, все-таки, что... То есть вы, грубо говоря, жили на то, что наработали вот за время выступления, да? Да. Понятно. А как назад вас взяли? Надо прогнуться, кому-то, может быть, поцеловать. А давайте осмелее, мы назовем это слово. Можно прогнуться и поцеловать. Да что я-то сражаю? А он так, видит, сейчас просто. Я знаю, что он скажет. Да. Да? Да? Опять я? Да нет, нет. Говори все, Митя. Ну, нет, ну это же телевидение какое-то, обалдение. Говори все. Говори все. Что телевидение? Как попасть назад? Как назад попасть? Попроситься. Вы опять какие-то отборочные туры проходили? Да, в Сочи мы ездили. Всегда же каждый год в Сочи проводится фестиваль. Команд КВН, их там очень много. Девчонки, пацаны. Да? Откалывает он меня. И там отборочный тур идет. Надо понравиться Александру Васильевичу. А в каком смысле понравиться Александру Васильевичу? Я только что хотел сказать об этом. Да, сразу уточни. Выступить хорошо на сцене. Все. Вот так. Ну, в принципе, да. Обедать можно с ним, завтракать не надо. Нет. Нет, если хорошо выступить, то не надо. Тогда 90% поступают сжать. Нам пришлось жрать. Замплит. В три глотки. Уже не хотим. Ну, так или иначе, мы рады за вас. Вы сейчас... Учитесь обучить. То есть четверть-финал, полуфинал. Мы не... Четверть-финал, да? Дальше следующая игра. Она снята уже. Дальше полуфинал и финал. Нет, ничего не снималось. Вот это очень важно. Следующая игра у нас 30 мая. Следующая игра 30 мая. Потом Юрмала где-то посредине лета. Потом октябрь месяц. Это полуфинал и финал декабря. Опять фестиваль в Сочи. Опять жрать. Подскажите, вот почему вы такие умные, а боксом не занимаетесь? Хорошо получается выступать в финале, полуфинале. Но не в боксе. Почему? Может быть в боксе, в финале, в полуфинале. Но почему не выступаете? В боксе не надо никому понравиться перед этим. А наоборот, нужно не понравиться, чтобы хорошо выступить. Понял. Еще раз говорю, рады за вас. Если есть история однажды вечером, и за вас рады. А я тут про Сочи и начал, Витька может про меня историю рассказать. Подожди, мы не так договаривались, подожди. Никак не договаривались, история действительно есть. История произошла в городе Кемерово. Слушайте, а где ваши остальные? В городе Кемерово. Вот Полина, например. Полинка живет в Москве теперь. Что делаем? С мужем? С чем? Да. С Митькиным. Да. С Митькиным. Вот дрянь, а. Сволочь. А Митька тут с туалетной бумагой на ТНТ. Она гармонирует, как бы. Я просто увидел, зашел из туалета, видимо, гармонирует. Я не решался сказать, очень гармонирует. И вдруг очень смешно будет. Да, лишь бы охрана не увидела, что у вас гармонирует их бумага в ваших руках. Замочатся. Это я в плазе взял. Спонсоры. Поздравляем. Прибавка к зарплате. А не пробовали у спонсоров деньги просить? Так вот история. Однажды вечером в Кемерово. Да подожди ты. Про бумагу. Про бумагу. Очень знаете ли. Ну ладно. Однажды вечером напоминаем в Кемерово. Однажды вечером в Кемерово. Скажите, а не было ли в Кемерово каких-то приколов? Это сумочка может у него? Муфта. Для двух пальцев. А что мужчины кладут в сумочку, я не знаю. Пальцы. Мне, да? Я не знаю. К мужчинам был вопрос, не к тебе, Миска. Так вот. Какие вы ценили? Однажды вечером в Кемерово история очень простая, очень забавная. Мы шли по универмагу, куча разных отделов, понятно. Вот проходим мимо одного отдела. Представьте, продаются детские значки. Вот огромный стенд, огромный стенд, на котором значки. И там значки с разными именами. Сережа, Леша, Мефодий, Галина, Степан. То есть все, куча их значков. Дима. Два, два. Дима, да. Там три значка с Димой разного цвета. И вот такой огромный-огромный вот этот стенд стоит. Стоит мама рядом с маленьким сыном. Сына четыре года примерно. И он так смотрит туда. Они долго-долго стояли, потом мама говорит сэкорбинентальную фразу. Пойдем, Абрашенко, нету здесь твоего значка. Вот так вот, прямо с четырех лета. Хорошая история. Жалко, что днем было. Не в формате. Может быть, Дмитрий что-то или Тима? Ну, тоже была такая. Идем мы в Кемерово. И значки. И значки перед глазами. Пойдем, Тимочка, нет твоего значка. Однажды вечером, в общем. Ехали из пригорода, здесь в Ленинград. Кемерово. Нет, и стоим на платформе, ждем своего, своей электрички. Очень долго ждать еще по времени. Ну и подходит такого, ну видно, такой интеллигентный бомж. Ну такой чистенький, опрятненький, но видно, что старенький. И говорит, слушайте, я, говорит, милости не прошу. Но, говорит, если я вас сейчас развеселю, вот, ну, говорит, вы мне заплатите чего-нибудь. Он удачно нашел ребят. Которых нужно веселить. Все такие стоим, ну ладно, думаем, ну что, времени все равно еще много. Водительский лиг, и что делать. И он такой спустился с самой платформы на лесенке, ну, ступенек на 7, ну, на 10 такой. И смотрит, вот электрички идут, не наши. И вот останавливается электричка, он дождался прям все, вышли, ушли, такие все. И он стоит, ждет. Мы на него, естественно, смотрим. Ну, и он такой, слышит уже там голос, осторожно, двери закрываются. Это дачники, лето едут. Вот. И он начинает яростно бежать. А как раз двери уже закрываются. И он в ближайшем дверном проеме говорит, подержи дверь, подержи. А там, значит, интеллигент, ну, как обычно, там, чемодан, веники, знаешь, там, какие-то грабли у него. И он, ну, понимаешь, что все в руках. И он вот так вот держит его, дверь вот так уже защемил, вот так вот, давай, давай. А тот, значит, пробегает, подбегает и в таблище. Ну, то, что входит, закрывается. Дали денег ему. Да. Один раз такой случай, я честно сейчас скажу, был со мной и с артистом Алексеем Климушкиным. Нам было по 17 лет, это простительно, метро. Одна из последних электричек метро. И стоит, бугает, типа, вот, чемпиона по буди-бюнгу. Вот здесь, двери закрываются. Леха подбегает, хватает за эти штуки. Я подбегаю, плюю, он отпускает. Плюнули, и такие. А электричка останавливается вдруг. Такого не должно было быть, и двери открываются. И вот эта секунда, как вот Том и Джерри. Это было, да. Смешно. Дурацкие истории, да? Сейчас нам расскажет мастер смешных историй. Нет, случай был со мной. Меня пригласили в Кирише. Посмешить. Одного? Да, посмешить. Одного, одного. Там какой-то КВН был детско-со... Школьный. Школьный КВН. Да, такой. Ну, такие приглашает. Ну, а Кирише, город, два с половиной часа от Питера. Ну, такой городок. Водка, бензин. Богатые люди. Я Киева. Ну, отсудили КВН, повели в клуб меня. Там клуб приличный, но люди местные. Вот. Ну, и стою нормально, поглатываю водочку. Подходит человек такой, здоровый достаточно. А мне, о, КВН, Питер. Ну, это как бы, это все мат. Питер, КВН. Думает, что сделать. Увидел, что надо сделать. Фотика нет, что... А стоит у него друг такой, здоровый бугай. Два раза больше него. Он говорит, Серега, слышишь, это же КВН. Ну, и Серега поворачиваю, очень большой лиц. Долго думал, что сказать, и говорит, что, друсь, что ли? Да, ребят, ну, на самом деле, когда узнали, что вы идете к нам на программу... Очень обрадовались. Так испугались. Вот, мы придумали массу розыгрышей с вами. Сейчас послушали, подумали, ну, их нафиг эти розыгрыши. Вы профессионалы, и с вами, видимо, не нам тягаться. Ну, не надо. Вы же нам очень нравитесь. Спасибо. Я ждал хоть какого-то лизочка. Поэтому, если вы сюда зайдете и что-то нам покажете, то, над чем смеялась страна, пока вы были безработными и чесали. Что-то из этого. Будем признательны. И даже отметим по нашу просьбу жидкими аплодисментами. В туалете нет света. Оттуда давай. Я оказался прямо в эпицентре этого горшка. А... В туалете. В туалете. А... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok